Ранее я всем рекомендовал сервис для сжатия изображений Tini PNG. Данный сервис позволяет сжимать изображения без потери качества. Эти изображения подходят для сайта, для того, чтобы сайт наш быстрее загружался. Но я даже и не знал, что данный сервис предоставляет плагин для WordPress. То есть плагин мы можем установить на наш сайт WordPress, который будет в автономном режиме сжимать наше изображение на лету. Нет времени разобраться в тонкостях сайтостроения? Звони прямо сейчас. Телефон, кстати, вот здесь вот сейчас будет. Звонить, кстати, можешь бесплатно через приложение Viber или WhatsApp. Создадим тебе супер сайт. А я возвращаюсь к теме урока. Поехали! Давайте рассмотрим данный плагин. Название его вот такое. Вписывайте Compress JPEG IPNG Image в поле поиска репозитория плагинов. Находим его здесь, Spand. Устанавливаем. У меня он уже установлен. Далее переходим в настройки. Здесь потребуется регистрация. Вот здесь появляется пункт «Сжатие изображения». Что хорошо, плагин весь вы видите на русском языке. Прямо здесь нас просят зарегистрироваться. Бесплатная регистрация. Давайте это сделаем. Пишем здесь имя, email. Нажимаем «Регистрировать аккаунт». Плагин нам говорит, что нам отправлено на почту было уведомление с подтверждением регистрации. Переходим на почту и нажимаем там на кнопку. Нас перебрасывает на сервис. Сразу авторизует. На сервис TINI PNG. Нам нужно здесь получить IPK. Вот здесь у вас будет enable. Включить IPK. У меня этого пункта уже нет, потому что я его включил. Вот здесь будет написано «Статус активный». У вас уникальный свой IPK. Отсюда мы копируем. Кстати, сервис условно бесплатный. Здесь показано, что 500 компрессий бесплатно. И за большее количество компрессий небольшая стоимость идет. Но, наверное, можно будет отказаться от компрессии, если вы не можете себе его позволить. Или потестировать и посмотреть, нужен вам или не нужен. Но мне кажется, это очень удобный сервис. И вам нужно очень много работать с изображениями, чтобы это было платно. Потому что это в месяц. Как я понял, если вы столько публикуете фотографий, что вам не хватает 500 компрессий, тогда, естественно, вам платная версия подойдет. Итак, IPK мы скопировали. Возвращаемся в админку нашего сайта. «Изменить IP». А, кстати, он у нас уже стоит. Итак, ваша учетная запись подключена. Галочка «Здесь можно менять IPK». Если что, вы используете бесплатный тариф с 500, оставшийся запросом на сжатие. Но этого, я считаю, много. И теперь давайте по настройкам. Сначала посмотрим. Перейдем в плагины. Здесь есть функции. Так, здесь мы были. Переходим в плагины. Здесь есть массовая оптимизация. То есть данный пункт, видите, где появляются? «Медиафайлы», «Массовая оптимизация», добавляется пункт. Это что касается изображений, которые вы ранее загрузили в библиотеку на свой сайт. Вот у меня есть несколько изображений, как раз можем потестировать. Здесь нам показано, что изображений 9, размер нескольких изображений. И вот здесь будет показан результат. То есть сервис сжимает изображение достаточно сильно, без потери качества. Нажимаем здесь на одну кнопку «Начать массовую оптимизацию». И нам нужно дождаться, когда сервис оптимизирует все изображения. Естественно, если ваш сайт большой, у вас уже более тысячи записей с фотографиями, вам, наверное, придется сразу покупать платную версию данного плагина. В процессе мы можем с вами наблюдать экономия места, размер сжатого и другие параметры. Здесь показано 100%, 45 и 45, видите, сколько сжалось информация. Начальный размер здесь показан, всех изображений, чтобы мы могли сравнить. Например, если изображение 729 килобайт стало 253 килобайта. Показано в процентном соотношении и показано галочками, что все изображения в медиа библиотеке были сжаты. Теперь, что касается новых изображений, которые мы загружаем в наши записи. По настройкам с вами пройдемся, настройки, внизу есть пункт «Сжатие изображений JPEG». Здесь, в принципе, все стоит как надо. Загружать новые изображения, можете прочитать, тут все на русском. Сжатие новых изображений в фоновом режиме рекомендуется. Давайте так и оставим. Здесь показано галочками, отмечены размеры, он же создает миниатюру там и так далее, разные размеры. Сам WordPress, в принципе, тоже можно все оставить. Ну и внизу вы решаете, надо вам отметить галочками, сохранить дату и время создания в исходном изображении и так далее. Давайте посмотрим. Перейду в записи, например, «Создать новое изображение» и загрузим с компьютера новое изображение. Вот у меня есть огромное изображение размером 1 мегабайт 0,5, 1920 пикселей. Давайте посмотрим, как он его ужмет. Нажмем с вами «Установить изображение», заголовок записи, сделаем «Тест», «Опубликовать». Изображение явно у нас сжалось, как это можно посмотреть. Вот эта запись с данным изображением. Я просто правой кнопкой мыши кликнул по изображению и нажал «Скачать изображение на компьютер». И мы можем видеть изображение вместо 1 мегабайта весит 222 килобайта, то есть автоматически при загрузке оно было ужато. Очень удобно, на мой взгляд. И размер убавился до 1024 пикселей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok